Мы сейчас решаем на законодательном уровне. Предприятие Упера Бронпрома, которое не обладает законодательной инициативой, не входит в число субъектов, которые формируют этот ДОС. Мы с ним знакомимся так же, как и вы. Можете себе представить, что предприятие Упера Бронпрома не входит в число тех, кто формирует ДОС. И в число тех, кто согласует ДОС. Новость? Да, новость. Абсурд. Абсурд. В том-то и дело. Это сделано, мы понимаем, в каких условиях. Кто создавал какие-то, так скажем, экономические войны. Мы говорили, кто создавал эти положения, кто создавал... На сегодняшний день мы выступили с целым рядом законодательных процедур для того, чтобы внести изменения. На уровне, начиная от Кабмина и сессионным залом Верховной Рады с профильным комитетом об этом работаем. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим изменения в этом процессе. Причем, я думаю, глобальные. Потому что в этом есть категорическая позиция президента Украины. По поводу ДОСа. Насколько... Принят он или не принят. Принят он мало того, что он уже несколько раз изменял. У него внесли уже несколько раз изменения. Вот этот процесс гибкий. Хотя, по требованиям президента Украины, это должен быть максимально отработанный документ, в который нужно достаточно редко вносить изменения. Третье. На какой период этот документ? Я считаю, что этот документ должен быть как минимум трехлетний, четырехлетний или пятилетний, но хотя бы в какой-то перспективе. Потому что для того, чтобы понимать, о чем я говорю, для того, чтобы рассчитывать свои производственные возможности, вы не можете увеличить свои производственные возможности. Они рассчитываются на сто, на тысячу, на десятки тысяч, или на сотни тысяч. Это совершенно разные подходы. И этот подход нужен нам. Вы понимаете, да, никак никому. Потому что дальше мы инсталируем его вам, нашим партнерам. Мы уже сказали, здесь большое количество наших партнеров. И вам тоже нужна определенность. Я вам скажу, что вот это и не определен... Определенности нет у нас. Я вам рассказал, да, всего чего. И наше основное требование мы внесли, опять-таки, на законодательный уровень, законодательно определить, что государственный оборонный заказ в стране формируется, по меньшей мере, на три года. Потому что мы знаем, что определенные виды продукции, такие как суда, подводные лодки, они строятся только в такой динамике. И в коем случае не более срочно. Но это уже тема для отдельного разговора.